Итак, начнём с того, что из себя вообще представляют фрукты. Фрукты – это, можно сказать, подарок природы. Как я уже писала в своём посте, нет ни одного продукта, который был бы настолько готов к употреблению, как фрукт. Это, пожалуй, наверное, единственное. Но ещё овощи, но опять же, не все овощи можно есть в сыром виде. Не то чтобы можно, не каждый овощ вкусен в сыром виде. Некоторые овощи мы варим, тушим, что-то с ними делаем, чтобы их сделать более вкусными. Но вот что касается фруктов, любой фрукт, где бы он ни рос, он всегда готов к употреблению. Ты его просто взял, сорвал, положил в рот. И суть только в том, что одним нравятся одни фрукты, другим нравятся другие, третьим – третье. То есть кому-то кислое, кому-то сладкое, кому-то кисло-сладкое и так далее. Тут дело вкуса. Но никто не будет спорить с тем, что фрукт – это продукт, полностью готовый к употреблению. То есть над ним не нужно колдовать. Природа уже сделала все, чтобы его человек мог съесть. Следовательно, делаем вывод, если это продукт, полностью готовый к употреблению, то сама природа уже позаботилась о том, чтобы наш организм, человеческий организм, ну и организм животного в том числе, потому что животные тоже едят фрукты, усвоил этот продукт максимально качественно. То есть человек – это природное существо, часть природы. Если природа дает какой-то продукт, над которым не нужно колдовать человеческими руками, то вполне понятно, что это тот продукт, который максимально качественно, быстро, хорошо усвоится, без всяких побочных эффектов. Вот сколько хотите, можно спорить, но фрукты – это такой продукт, который не оставляет после себя никаких загрязнений абсолютно. Чего нельзя сказать о других продуктах, которые не имеют отношения к сырой растительной пище. Ну, возьмем, к примеру, хлеб. Хлеб – это продукт, над которым очень сильно поколдовал человек, сделал из него какое-то изделие, которое уже очень-очень далеко ушло от того, что дала природа. Природа дала только зерно. Но зерно мы не можем съесть, да, мы его просто не усвоим. Мы его проглотим, и оно выйдет в неизменном виде. То есть, о чем это говорит? Что зерно – это, да, это тоже продукт природы, но это не тот продукт, который человеческий организм готов расщепить сразу, да, и без всяких побочных явлений. Не готов. Нет ферментов, расщепляющих зерно. Что делает человек? Он прикладывает руки и свое мастерство, чтобы сделать из этого зерна какой-то удобоваримый продукт, да. Над этим зерном очень много колдует. Его размалывают в муку, муку отшелушивают, очищают, потом ее соединяют с другими продуктами, замешивают тесто, добавляют разные всякие добавки, запекают в печке. Кроме того, современный хлеб, он еще и напичкан всякими химическими, какими-то совершенно посторонними добавками, которые делают его более легким, да, более там хранимым, более вкусным, более ароматным, более пышным и так далее, и так далее. То есть, смотрите, как далеко этот продукт, да, как хлеб, ушел от природы. Но мы сейчас не о хлебе, мы сегодня про фрукты. Это вот просто вам для сравнения, да, то есть, получается, чтобы расщепить фрукт, ну, расщепить, образно говоря, это, ну, разложить его, да, на пух и прах, на самые мельчайшие-мельчайшие частицы, чтобы организм смог его усвоить. То есть, чтобы расщепить, усвоить фрукт, человеческому организму нужно очень мало времени и очень мало ресурсов, ну, ему очень мало энергии. Потому что по своему составу и строению фрукт очень прост. Если говорить образно, это просто клетка, состоящая из волокон, из природных волокон, да, клетчатка, клетка, которая наполнена соком. Всё. Это волокна, между которыми находится сок. И вот этот продукт, в котором есть только клетчатка, волокна и сок, он имеет красивый внешний вид, он имеет приятный вкус, приятный запах, аромат, и он очень прост по своему составу. Что происходит с фруктом внутри, внутри человеческого тела, да, в пищеварительном тракте? Бактерии, которые населяют кишечник, ну, не только кишечник, всё тело человека, да, может быть, состоять из бактерий, но за пищеварение отвечают бактерии, которые находятся в кишечнике. Бактерии очень быстренько разбираются с этой клетчаткой, с этими волокнами, потому что эти волокна – это и есть питание для бактерий. А сок, который находится между этими волокнами – это жидкость. Это просто питательная жидкость, и для того, чтобы её усвоить, человеческому организму вообще практически ничего не нужно. Эта жидкость усваивается очень быстро, буквально прям на уровне желудка. И то, что попадает в кишечник, продолжает там расщепляться в тонком кишечнике, но очень-очень быстро. Вот почему после фруктов очень быстро хочется есть, да, наступает голод. О чём это говорит? О том, что фрукт – это продукт, который очень быстро расщепляется, очень быстро усваивается, и даёт возможность человеку уже употреблять новую пищу. Процесс пищеварения закончен. А что происходит, когда вы съедаете булочку, кусок хлеба, там, что-то такое мучное, да? А это вас больше насыщает на более длительное время. А почему это вас насыщает на более длительное время? А потому что, чтобы расщепить булку, кусок хлеба, человеческому организму нужно затратить много времени и много ресурсов. То есть много слюны, много желудочного сока, много желчи, много ферментов, пищеварительных ферментов, да, много времени и много энергии. Потому что при расщеплении мучной продукции образуется крахмал. Крахмал расщепляется до глюкозы. Чтобы растащить глюкозу по клеткам, должна очень хорошо поработать поджелудочная железа по выработке инсулина. А дальше вы знаете, да, инсулин растаскивает глюкозу по клеткам. То есть это тоже большая задача. И не каждая поджелудочная железа с этим справляется. Не каждого человека. Потому что у кого-то уже она больная, у кого-то уже мало вырабатывается инсулина, да, есть проблемы по этой части. То есть представляете, какая большая нагрузка наложится на пищеварительную систему, если внутрь неё попадает какой-то другой продукт, не фрукт. Ну или, скажем, возьмём для сравнения кусок мяса. Шашлык вы поели, да? Мясо, шашлык, грубое волокно. Ну даже если взять в руку, да, скажем, хурму и шашлык. Вот сожмите. Что происходит с хурмой? Вы сжали её в кулаке. Всё, она превратилась в лепёшку, да. Она растеклась между пальцев, и если она такая жидкая, и, собственно, всё. И считайте, что она уже, её уже нет. А что будет с шашлыком? А ничего. Вот вы как сжали, так и разжали, да. То есть что происходит внутри? Огромная работа. Колоссальная работа всех пищеварительных органов для того, чтобы расщепить этот кусок мяса. И так далее, и так далее. То есть нет такого продукта в нашем рационе, в нашем питании, который бы так легко расщеплялся, как фрукты. Мне кажется, на этих примерах я очень понятно это объяснила. Следовательно, мы делаем вывод, что фрукты – это самая естественная еда для человека. Никто не хочет идти по сложному пути. Все хотят идти по лёгкому пути. И человеческая природа – не исключение. Хотите ли вы работать сложно? Или вы хотите работать легко? Конечно, вы выберете легко. Выбираете ли вы какие-то сложные отношения или обстоятельства в жизни? Или вам хочется лёгких отношений и обстоятельств? Мы всегда выбираем более лёгкое и более удобное. И наша пищеварительная система, она точно такая же живая система, составная часть человека, которая тоже выбирает лёгкое. Она предпочитает лёгкое. Если ей легко работать, легко расщеплять продукт, то она более здорова, она хорошо функционирует, она не загрязняется, она не устает, и она даёт вам больше возможностей для долгой, счастливой и здоровой жизни. Ваша пищеварительная система. А если мы её нагружаем каждый день с утра до вечера булками, хлебом, кашами, супом, то есть всем варёным, крахмалистым, животным, всё это вперемешку, конечно, такая пищеварительная система будет изношена. А потом не удивляйтесь, что у вас уже после 40 начинаются какие-то симптомы, проявляются какие-то заболевания, какие-то аутоиммунные заболевания и так далее, и так далее. Вы разваливаетесь по частям, у вас начинают какие-то портиться внешний вид, какие-то папилломы, какие-то жировые отложения, и вы всё время думаете, а что же это такое? А то, что идёт перегруз пищеварительной системы, а вместе с ней и выделительных систем, об этом никто не задумывается. Видите, всё на самом деле очень просто. Просто нужно чуть-чуть копнуть вглубь. На самом деле всё очень просто. У нас много всяких учёных голов, которые вещают с экранов. Ну, я одна из них, но я всегда пытаюсь объяснить, что на самом деле очень просто. Не надо быть учёным. Можно просто залезть вглубь, да, вот вглубь сути вещей и поразмыслить логически, просто логически размышлять. Почему и как. И вот теперь подумайте, чего стоит бояться-то больше? Простого, безобидного фрукта или сложного салата, в котором наслоёные кальмары, яйца, сыр, перемешку с маринованными огурцами, с зелёным горошком, с картошкой, с майонезом, и, может, там ещё сверху колбасы покрошили. Вот подумайте сами, что проще расщепить и на каком питании ваш организм будет более здоровым и более радостным. Понятное дело, что он будет более здоровым на естественной еде. Ну, так, это мы разобрали, да, то есть понятно, что фрукты – это очень простая еда, очень доступная для расщепления, очень легко усваивается, соответственно, организм очень радуется этому и более здоров, более жизнерадостен. Теперь знаю, что будут возражения, и самое первое возражение – это то, что вот я ем фрукты, да, я там изо всех сил фрукты ем, стараюсь и понимаю, что это полезно, но у меня брожение, у меня пучит, у меня газы, у меня там отрыжка, и мне неприятно, и там потом очень сильно хочется есть и всё такое прочее. А вот здесь уже на повестку дня выходит второй вопрос – как употреблять фрукты, да, как? Вот я вам тут так активно рекламирую фрукты, что это естественная еда, что давайте там прям все переходить на фрукты. На самом деле, не поймите превратно, дело в том, что вот взять и перейти резко на фрукты, то есть прям питаться по большей части фруктами или полностью фруктами – это вообще невозможно. Это в принципе невозможно, потому что сработает привычка. И сработает привычная привычка организма к перевариванию определённого типа пищи. Потому что организм, ещё раз говорю, это живая система. И если вы 30, 40, 50, 60 лет учили свой организм и свою пищеварительную систему работать определённым образом, там, да, утром бутерброды, в обед мясо с картошкой, ужин рыбы с макаронами, ну это я так, образно, да, то ваш организм, как послушный пионер, он привыкает, а куда им удеваться? Вот наш организм – это как собака. Вы к чему приучите, так и будет. Вопрос только, как он будет чувствовать себя при этом, да? Но он будет слушаться вас, и ему деваться некуда, и организм всегда делает так, чтобы вытаскивать своего хозяина из сложных ситуаций. Поэтому он будет стараться, он будет переваривать, он будет выводить отходы изо всех сил. Вопрос – какой ценой. Какой ценой он будет это всё переваривать и выводить отходы? Что вы при этом будете получать? Какие коцанные внешние виды, какие заболевания? Вот. Поэтому перейти резко на употребление фруктов, хотя бы там в большом количестве, это нереально. Поэтому я всегда говорю, что если вы поняли и убедились в том, что фрукты действительно – это очень простая, естественная и полезная еда, лёгкая для человека, внедрять их нужно постепенно. Постепенно. Если вы в своей обычной жизни съедали максимум одно яблоко за день, ну, одну мандаринку, и если вы завтра съедите килограмм яблок, грубо говоря, так образно, вам просто будет плохо, ваша пищеварительная система не справится с такой нагрузкой, вы можете получить какие-нибудь неприятные явления, может быть, у вас заболит желудок, может быть, будут спазмы, может быть, понос, может, жидко сдуется кишечник, и вас разобрёт так, что вы будете на стенку лезть от боли. Это всё может быть, вплоть до вызова скорой помощи. Поэтому, каким бы ни был полезен, полезным фрукт, прям бросился в глаза комментарий, помните, что постепенность – это наше кредо, это наша безопасность. Я знаю, что моя аудитория – это уже взрослые люди, это не юнцы какие-нибудь там 18-20 лет, конечно, попадаются такие, но в основном мы с вами такие все взрослые, зрелые женщины. Поэтому давайте беречь наши организмы и постепенно внедрять фрукты. Не могу прям это, оторвусь, зачитаю комментарий. Драгоценная наша бабечка, вы для меня в мои 55 лет открыли мир фруктов и сухофруктов. Безумно благодарю Вселенную за возможность быть вашим учеником. И это не единственный, спасибо, Светлана, спасибо. Это не единственный комментарий. Я вот как раз сегодня, перед тем, как выйти в эфир, зашла на YouTube, посмотрела, что там написали по поводу… Ну, там тоже комментируют, да, эту тему фрукты. И мне прям так понравился там один комментарий, я, к сожалению, не успела его записать, но суть была в том, что человек тоже открыл для себя мир фруктов и очень удивлен, что, оказывается, это очень здорово – внедрять в свою жизнь фрукты и питаться ими какую-то часть дня. И она употребила очень хорошее слово, я даже себе его выписала – лжеинформация. То есть она говорит мне большое спасибо за то, что я громлю лжеинформацию относительно фруктов, которые сыплются со всех сторон. Ну, действительно, вы сами являетесь свидетелем того, как много у нас мифов относительно фруктов, что это удар по печени, удар по поджелудочной, ожирение, разъедание стенок желудка, инсулина там чего-то, да, скачки сахара в крови, обострение там всяких заболеваний и прочее. Нет, если делать всё с умом, вот ничего вот этого не будет. Просто вот сейчас услышите от меня главную мысль – фрукты надо есть вместо еды, а не вместе с едой. Ещё раз повторю – фрукты – это еда, и есть её нужно вместо той еды, которую вы ели раньше, но не вместе с едой. Ведь, как бывает в жизни обычных людей, традиционно питающихся людей, позавтракала бутербродами с колбасой и сыром, а потом через часочек яблочками затарилась, да, виноградиком, пообедала картошечкой с мясцом, потом между обедом и ужином чайку попила с сухофруктами, поужинала кашкой, к примеру, да, а на ночь захотелось чего-нибудь сладенького, взяла и горсточку изюмчика, да, съела и запила там чайком каким-нибудь. Я прям специально сегодня приготовила рояль в кустах, дощечку, на которую я вам хочу нарисовать, что происходит в таком случае, когда человек делает вот такие вот номера. Так, вот, надеюсь, вот так хорошо видно будет, да? Смотрите, вот у нас дорога. Дорога эта, у неё движение только в одном направлении и движение одностороннее, то есть только одна машина может ехать по дороге. Я имею в виду, рядом две не могут встать, нету места, тесно. Скажем, идёт по дороге какая-нибудь маленькая спортивная машинка, да, очень быстро, либо идёт по дороге большой какой-то тяжеловоз с прицепом, там, везёт лес или там ещё что-то огромное, идёт с маленькой скоростью, потому что не может быстро идти. За ним, может быть, опять какая-то маленькая, быстрая спортивная машинка едет, да? И вот смотрите, каждый идёт с разной скоростью. Маленькая спортивная машинка идёт быстро, тяжеловоз идёт медленно. Если быстрая машинка идёт впереди, то на дороге не возникает никаких проблем. Всё, она идёт вперёд, отрывается от тяжеловоза, и у неё как бы нет никаких затыков, всё, она приходит на финиш без проблем. Если спортивная машинка идёт за тяжеловозом, да, тащится, у них всё время какой-то конфликт вот здесь возникает, потому что ей нужно быстро, водитель нервничает, ну, сами понимаете, да, что такое дышать в жопу, извините, да, тяжеловозу. И здесь возникает скандальная ситуация, просто вот сос, да? Тут может быть и ДТП, и скандал, и авария, там, нервы. В общем, это вот всё, нездоровая ситуация вот эта складывается. Потому что обогнать машинку, большую машину, вот эта быстрая машинка не может, нет места просто. Вот такая же ровная ситуация складывается в пищеварительном тракте. Вот считайте, что это пищеварительный тракт. Еда идёт только в одном направлении. Одна еда не может обогнать другую. То есть, если вы утром съели, да, быстроходные машинки, это как раз фрукты. Вот эти тяжеловозы, это всё остальное. Это ваши каши, супы, картошки, мясо. То есть, тяжёлая еда, которая медленно движется, медленно расщепляется. Если вы съели фрукт впереди каши, то есть, в первую очередь, фрукт оторвался, да, от всех, убежал быстро на выход, всё, проблем нет, у вас нормальное пищеварение. Но если вы съели фрукт после каши, вот это вот каша или мясо там, да, или с картошкой, что-то такое тяжёлое с хлебом, то вот этот фрукт будет постоянно тыкаться в задницу вот этой вот массе, и ему невозможно будет выйти. Он будет нервничать. Что значит нервничать? Он будет разлагаться и бродить. Потому что это особенность фруктов. У них, они сладкие, да, они с фруктозой, они какую-то часть глюкозы содержат, у них есть кислота, они очень быстро способны забродить, если находятся в тёплом, влажном месте. А если это ещё и присутствие крахмалов, то там брожение будет 100%. То есть вот эта вот скандальная ситуация, когда нездоровая, да, в пищеварительном тракте, она вызывает хроническое брожение. То есть получается, что вы себе, вот так перемежая фрукты с остальной едой сварёной, вы себе хронически обеспечиваете процесс брожения в вашем кишечнике. А что такое процесс брожения в кишечнике – это, во-первых, это газы, это распирание, это боли, это пук-пук постоянный, да, и это образование слизи. Не той слизи, которая покрывает слизистые оболочки, а слизь по типу клея, клейстера, вот такой, знаете, липкой такой, по типу соплей, вот, когда бывают сопли такие густые, да, вот такая слизь покрывает весь кишечник на всём его протяжении. Она клейкая, она загрязняет стенки кишечника, а потом на неё сверху налипают другие остатки, там, непереваренной пищи, и создаётся прекрасная среда для развития патогенной микрофлоры. А там, где патогенная микрофлора, там опять снова брожение, всякие патогенные процессы, воспалительные процессы, и вот, пожалуйста, получите вашу глобальную причину ваших воспалительных процессов в организме. А всё дело оказывается в том, что вы неправильно кушаете фрукты. Поэтому, когда вы решили внедрять фрукты в свою жизнь, начинайте день с них и будьте на фруктах ровно столько времени, сколько вам комфортно. Как только вам становится некомфортно и вам хочется каши, мяса или чего-то другого, значит, ешьте кашу, мясо или чего-то другое, но после каши, мяса уже, пожалуйста, в этот день не ешьте фрукты. Сколько бы ни прошло времени, 2, 3, 4, 5 часов, в этот день уже вы не можете создать себе такую аварийную ситуацию в кишечнике, потому что пища движется по кишечнику очень долго. Ну, в основном мы ходим по-большому раз в сутки, да, обычно там утром, но это как бы так, в основном. А на самом деле бывают очень разные ситуации. Бывает, что человек ходит в разное время дня, да, то утром, то вечером, бывает через день, бывает раз в три дня, бывает вообще раз в неделю. То есть у современных людей, при том, что они питаются по большей части вареной, крахмалистой пищей, бывают проблемы с запорами. Если проблем нет со стулом, слава богу, но это не отменяет то, что все равно в кишечнике может быть нездоровая ситуация, даже несмотря на регулярный стул. Поэтому, если вы аргументируете тем, что вот там прошло 4 часа после каши, я поел яблоко, и что ж такого? Да нет, ничего такого, ваше яблоко все равно упрется потом в какую-то там крахмалистую массу, потому что масса идет очень медленно. И если бы вы предположить такое, что если бы вы питались только фруктами, у вас стул происходил бы намного чаще, не один раз в день, потому что такая еда, как фрукты, она очень быстро проходит через весь тракт желудочно-кишечный и очень быстро идет на выход. Вот. Поэтому внедряем фрукты постепенно и не перемешиваем их ни с какой едой. И уж тем более не едим каши с изюмом, каши с сухофруктами, не запиваем после картошки себя чайком с финиками, ни в коем случае, потому что фрукты, сухофрукты, ягоды, это все одна порода. Будете смеяться, но даже помидоры и огурцы, это тоже фрукты. Да, вот такие вот удивительные вещи вы для себя, может быть, открываете. Ну, наверное, не все, но для кого-то, может быть, это впервые звучит. И, конечно, эту информацию сразу трудно принять. Ну, трудно это в голове разложить, потому что мы не привыкли так. Сейчас, секунду. Я занята, перезвоню. Мы привыкли, что фрукты – это десерт, это лакомство. Ну, так всю жизнь было, да? Покушали еды какой-то, а потом фруктиком закусили. А вот осознать то, что фрукт – это самая настоящая еда, ну, это не сразу всем дается. Ну, вот у меня сложилось так, что фрукты стали моей первой едой, самой настоящей едой, да? И я ем три раза в день, два раза у меня фрукты, а один раз у меня вареная еда. И после вареной еды я фрукты больше не ем. И вот такой расклад мне позволил сделать себе здоровый кишечник и, в общем-то, прийти к здоровому состоянию. Но я к нему пришла не сразу, к этому состоянию. То есть у меня было сначала становление. То есть сначала было много приемов пищи, было больше вареной, чем фруктов. Но потом я постепенно, постепенно, постепенно с утра внедряла все больше и больше приемов фруктов, пока не дошла вот до такой кондиции. И надо сказать, что поначалу, когда мы начинаем только внедрять фрукты в свою жизнь, мы не умеем именно едаться. И вот это нас начинает бесить. Как поел фруктов и жрать хочу. Поел фруктов, жрать хочу. Умение наедаться фруктами приходит постепенно, со временем. Поэтому надо просто принять этот факт и пусть будет много приемов фруктов в этот день. Пусть вы пока не чувствуете полного насыщения. Но тут просто этот вопрос нужно оттачивать. Можно сочетать фрукты с жирами, можно как-то там пить какие-то горячие напитки параллельно с фруктами. Это все приводит к большему насыщению. Но вот сейчас я хочу ответить на те вопросы, которые вы прислали в окне, которые я вчера дала. И отвечая на них, я думаю, что я больше смогу донести вот этой информации понятной про фрукты, что, может быть, я не осветила вот сейчас, да, в своем монологе. Но вот отвечая на вопросы, я думаю, что я это освещу. Так, первый вопрос. Сейчас, секундочку, глотну водички. Чем аргументировать знатокам, что вещают о вреде фруктов натощак? Ну, понятен вопрос, да? То есть у нас очень много знатоков, которые говорят, что фрукты вредны натощак. А вот мы, я в частности, да, утверждаю, что не вредны, а наоборот полезны. Именно так и надо. Чем аргументировать? По сути, аргументировать всем тем, что я сказала вот в течение этого получаса. Да, что это очень простая природная еда и что та кислота, которая содержится во фруктах, это очень хорошая кислота, которая не разъедает стенки желудка, а наоборот очищает пищеварительный тракт от накопившейся слизи. Вот той самой слизи, которая образуется в результате вот этого смешанного питания, вот эта всякая мука, клей, вот это все там вперемешку, да? Вот как раз фруктовая кислота, она призвана очищать стенки кишечника, но не разъедать стенки желудка. Также можно аргументировать тем, что якобы фрукты натощак – это выброс инсулина. Неправильно, это совершенно неверно. Дело в том, что инсулин выбрасывается на глюкозу, а фрукты по большей части состоят из фруктозы. Фруктоза расщепляется без инсулина. Для расщепления фруктозы инсулина не требуется. А то количество глюкозы, которое содержится во фруктах, да, на нее выделяется инсулин, но это нормальное количество инсулина. Это не изнасилование поджелудочной железы, это нормальная ее работа, которую она обязана, собственно, делать, да? В отличие, скажем, от приема пищи полностью вареного, скажем, тарелка каши, да, или булка там с чем-то. Дело в том, что каша и булка – это все макароны, да, и это все крахмалы. То есть любая вареная еда превращается в крахмалы. А крахмалы – это стопроцентная глюкоза. То есть все крахмалы расщепляются до глюкозы. Сто процентов. Это закон. Это не мной придумано, это закон. Химия, биохимия. Крахмалы расщепляются до глюкозы. Почему современные люди такие полные все? Потому что их еда почти на сто процентов крахмалистая. Потому что они получают глюкозу в избытке, даже в переизбытке. И их поджелудочная железа перестает справляться с усвоением этой глюкозы, да, с растаскиванием ее по клеткам. И у людей возникают проблемы с отложением жира, да, потому что нерастасканная, то есть нерасщепленная глюкоза складывается в жир. И у них возникают заболевания поджелудочной железы. Почему заболевание? Потому что она уставшая, потому что она не может работать в таком усиленном режиме. Вот к чему приводит питание тотально вареной едой. Вот чего надо бояться. Нужно бояться сто процентов вареной еды. Каш, супов, вот это вот все с хлебом, да, макароны, булки с сосисками и так далее. Вот куда тратятся драгоценные силы организма, чтобы вот эту глюкозу расщеплять из крахмалов. Вот этим и аргументируете. Второй вопрос. Какие фрукты не сочетаются между собой? Значит, смотрите, ребята, если вы только начинаете внедрять фрукты в свою жизнь, не бойтесь внедрять их в том сочетании, которое вам нравится, которое вам приятно. Просто по своему опыту могу сказать, что в первое время, когда ты начинаешь, когда ты понимаешь, что фрукты – это еда, и ты начинаешь отъедаться, да, хочется всего, хочется фруктовых салатов сложных, да, хочется коктейлей там взбитых из разных фруктов, хочется много всего сразу, да, и там и бананы, и ананас, и апельсин, и аж прям слюни текут. Вот если есть такая тяга, это здоровая тяга, ешьте вот ровно столько фруктов и в таком сочетании, в котором вам комфортно. Если вы понимаете, что какое-то сочетание фруктов плохо ложится на желудок, вы чувствуете тяжесть, какой-то, да, плохо переварилась, тогда, значит, разъединяйте эти фрукты и ешьте их в моно. Вот я вам скажу так, что в идеале, в идеале фрукты надо есть моно. То есть вот захотел фрукт, пошел, съел арбуз, да, прошло время, захотел фрукт, пошел, съел виноград и так далее. Но это в идеале. Вот к этому идеалу сразу вы не придете. Вы все равно пойдете через тернии, через практику, через опыт. И порой этот опыт может быть немножко, ну, не совсем хорошим, потому что на какие-то сочетания точно будет не совсем адекватно реагировать, там, вплоть до поноса. Но вы уже будете это анализировать и в следующий раз уже не делать такое сочетание. Это очень индивидуальная картинка. У кого-то, у какого-то человека будет хорошо усваиваться любое смешение. У какой-то человек будет реагировать очень трепетно на смешение фруктов. Поэтому все под себя. На самом деле переварить, усвоить смешение фруктов организму в любом случае будет легче, нежели усвоить картошку с мясом. Потому что мясо тяжелый продукт и крахмалы тяжелый продукт. А вместе это еще тяжелее. Поэтому, чтобы вы там между собой не сочетали бананы с киви и так далее, руководствуйтесь только степенью своего комфорта. А вот разделение фруктов придет само собой позже, когда ваше питание станет более отточенным. Оно придет. Вы даже сами это почувствуете. Далее. Чем заправлять? Следующий вопрос. Чем заправлять фруктовые салаты? Сметана, сливочное масло? Что еще? Это тоже вопрос комфорта. То есть, по идее, фрукты, они нормально сочетаются с жирами. И я бы даже сказала так, что бывают такие желудки, которые вот просто фрукт принимают немножко настороженно, но, скажем так, какое-то бывает некоторое ощущение тяжести. А если этот фрукт упал в желудок с небольшим количеством какого-нибудь жира, даже небольшого количества, такой фрукт нормально усваивается и хорошо не вызывает никаких неприятных симптомов. В общем, фрукты сочетаются с любыми жирами, и вы можете это делать на свое усмотрение. Но, скажем, есть фрукты с растительным маслом, но как-то, мне кажется, это не очень вкусно, на мой взгляд. Но если вам нравится, почему бы нет? Но, в частности, например, делать фруктовый салат с авокадо вполне нормально. А авокадо – это, в принципе, жир, да? Вот. И сметана, и масло нормально сочетаются. Но сильно, как бы, делать упор на сочетание фруктов с жирами не обязательно. Если вам нормально заходят фрукты без жиров, ешьте без жиров. Если хочется с жирами, ешьте с жирами. Кстати, любые напитки, содержащие какое-нибудь ореховое молоко или молоко из семян – это тоже нормальное сопровождение к фруктам. Скажем, пить цикорий с кокосовым молоком, например, да? И кушать при этом финики, там, курагу или что-то такое, да? Или какой-то другой фрукт. Это совершенно нормально. Так что, всё на своё усмотрение. Так, и следующий вопрос, он похож на предыдущий. Каждый день нужно ли есть с фруктами жиры? Вот не удаётся найти настоящую сметану. Совершенно не обязательно есть с фруктами жирами. Просто если вам хочется, вы можете есть с жирами. Но если нет настоящей сметаны, значит, едим фрукты без жиров, либо вот с такими напитками, типа, как вот растительное молоко. Но которые, конечно же, вы делаете сами. Потому что растительное молоко, которое продаётся в магазинах, оно, я не знаю где, но в основном это, конечно, довольно такой химозный продукт. Поэтому лучше делать самостоятельно. Ореховое молоко, кокосовое молоко, молоко, там, кунжутное, семян. Это всё очень просто. При наличии блендера и кофемолки, это всё делается буквально, там, за одну минуту. Так, следующий вопрос. Дали совет убрать фрукты на время, чтобы начал уходить целлюлит. Верно ли это? Ну, давайте начнём с того, что такое целлюлит. Целлюлит – это, если так по-русски говорить, это коцаные жировые клетки, в которых нарушено кровообращение и лимфатический застой имеет место. Поэтому они вот такие вот странного вида, да, образующие апельсиновую корку. Это вот целлюлит. Почему образуется? То есть это клетки, которым не достаёт питание, потому что у нас питание как осуществляется? При помощи кровообращения. Если кровообращение нарушено, да, то питания, естественно, не хватает. Поэтому клетка страдает, поэтому она становится коцаной. Почему у нас нарушено кровообращение? То есть почему не достаёт питание клеткам? Опускаемся глубже, как всегда, логически размышляем. Как происходит у нас питание клеток? Как клетки питаются? При помощи питательных веществ, которые разносит кровь. Как проникают питательные вещества в кровь? Через стенки тонкого кишечника. Они проникают в кровь. А если стенки тонкого кишечника грязные, то есть они вот зареплены той самой слизью, будет ли проникать 100% питательных веществ в кровь, чтобы обеспечить питанием клетки? Нет, не будет. Значит, делаем вывод, да? Грязный кишечник равно плохое питание клеток, равно целлюлит. Всё просто, правда? Также лимфатический застой. От чего образуется лимфатический застой? Лезем глубже. Что такое лимфа? Канализация. Как работает канализация? Лимфа выводит стоки, да, вот эти все яды, через, опять же, стенки кишечника внутрь, и они выводятся наружу, через естественные отверстия. А если стенки кишечника грязные, будет ли лимфа хорошо выводить свои стоки? Нет. Лимфа будет плохо выводить свои стоки, и будет в организме лимфатический застой. Вот видите, всё опять сводится к кишечнику, к его чистоте, то есть будет чистым кишечник, будет нормальным пищеварение и выделительные функции кишечника, не будет целлюлита. Ну, конечно, это займёт длительное время, возможно, даже не один год, чтобы наладить работу своей пищеварительной системы и выделительных систем, и сделать кишечник чистым, чтобы целлюлит потихонечку исчезал. Но это того стоит, да, никакой женщине не понравится целлюлит. И, возвращаясь к вопросу, то есть верно ли, что нужно убрать фрукты? То есть теперь вы понимаете, что фрукты вообще ни при чём. Ну, то есть если вы их перемежаете с картошкой, с кашей, тогда точно их лучше убрать, чтобы они не загрязняли кишечник. А если вы их едите правильно в начале дня, да, до варёной еды, тогда они вообще не помеха. Вот и ответ. Ещё вопрос. Сильный голод после фруктов натощак. Сразу хочется есть. А раньше такого не было. Почему? Хороший вопрос. Смотрите, как на него отвечаем. Значит, сильный голод после фруктов натощак. Что это значит? Это значит, что фрукты очень быстро перевариваются и уходят дальше, вниз, да, то есть вышли из желудка, помчались по кишечнику на выход. Когда прекращается пищеварение, наступает очищение. Один из симптомов очищения – это как раз вот это чувство голода. Ну, оно такое как бы посасывающее, да, вот такое посасывающее, как будто вот пустота и хочется её заполнить. Это как раз симптом очищения. То есть в вашем случае, да, вот кто спросил это, это хороший признак. Это значит, что ваш организм очень быстро откликается на отсутствие еды. Он сразу начинает, вступает в силу очищения. И чтобы приглушить этот симптом неприятный, пустоту, да, вот это сосущее чувство, хочется сразу чего-то закинуть. Это нормальное явление, но оно временное. Вот если вы будете идти в том же режиме, да, как я сейчас всё описывала, да, в правильном режиме употребления фруктов, у вас постепенно это уйдёт. То есть вы сможете наедаться небольшим количеством фруктов вплоть до двух раз в день приёма фруктов, и вы будете наедаться, и вы не будете чувствовать себя голодным. Это придёт со временем, и это разовьётся благодаря тому, что кишечник будет очищаться, в нём будет развиваться хорошая здоровая микрофлора, и благодаря наличию здоровой микрофлоры вы будете получать максимум насыщения даже от небольшого количества фруктов. То есть поверьте, что я это прошла на собственной шкуре, я это утверждаю, что мне хватает интервала там 4-5 часов между приёмами фруктов, и я сыта. Это абсолютно честно. Мне как бы врать не имеет смысла, потому что... Не знаю, почему, но просто я не вижу смысла врать, потому что я всё всегда всех учу на своём примере. И если бы я учила на каких-то лже-примерах, то мои клиенты, да, и мои там подопечные, они бы не достигали хороших результатов, если бы я их учила на вранье. Но я учу их на своём примере, и я вижу, что у них тоже есть прогресс, и они тоже постепенно начинают учиться наедаться небольшим количеством фруктов, да, и редкими приёмами. И от этого испытывают очень большой кайф. Так что терпение, время, и это придёт. Так, теперь, значит, я попытаюсь ответить на вопросы из чата, если у вас ещё есть время, да. Как вы относитесь к запечённым яблокам и грушам? Я нормально отношусь к ним, но это получается уже не сырая растительная пища. То есть воспринимать запечённые яблоки и груши как термически приготовленную еду, то есть уже некоторая крахмалистость там присутствует, да, это уже как бы отчасти крахмалы, поэтому вы их ешьте, но ешьте их по принципу не сырой растительной пищи, а варёной, то есть это это варёная еда, поэтому они могут быть там где-то, да, где-то, если вы их действительно запекли до полного приготовления. Если же они наполовину, как бы полузапечённые, полусырые, такие, ну, хрусткость, да, присутствуетесь, присутствует, присутствует, Господи, заговорилась, то тогда всё-таки к сырым ближе относить. Так, как избежать потери веса в таком питании? Я не понимаю, в каком в таком, потому что про питание я сегодня не говорю. Я говорю про фрукты и про употребление фруктов, но я не утверждаю, что я нахожусь на стопроцентном питании фруктами. Я сказала в начале эфира, что у меня три приёма пищи в день. Первый и второй – это фрукты в самых разных ипостасях, а третий в шестнадцать часов – это у меня такой ранний ужин. И здесь у меня может быть варёная еда, может быть, животная еда, всякое разное, но после неё я фрукты уже не ем. У меня вес не уходит, он уже стоит стабильно на отметке 55. Сегодня взвесилась прямо ради интереса, да, перед эфиром. Всё стабильно, ни плюс, ни минус. То есть, о чём это говорит, стабильность веса? Что всё хорошо, идёт нормальное усвоение питательных веществ, идут нормальные обменные процессы, организм стабилен и, как видите, вес у меня не уходит. Поэтому просто оттачиваем своё питание с разумным учитыванием индивидуальной ситуации, и тогда вес терять не будет, если вы его не хотите терять. То есть, всё делаем с умом. Так, листаю дальше. Так, вот это очень сложный вопрос. У дочки эпилепсия на что обратить внимание? Конечно, ответить в рамках чата на него невозможно. Но, конечно же, в первую очередь на питание. Насколько оно очищающее, насколько оно загрязняющее. Потому что любое заболевание – это всегда следствие большого загрязнения организма. Я, кстати, только вчера общалась с одним человеком, и она мне рассказала про случай. У женщины многолетняя эпилепсия, и когда она начала очищать свой организм, у неё пошли очень положительные результаты. То есть, даже у взрослой женщины пошли положительные результаты в таком сложном заболевании на фоне очищения организма. Поэтому у ребёнка, я думаю, есть все шансы уйти от этого заболевания. Но с питанием нужно разбираться конкретно. Как относитесь к очистительной клизме? Я отношусь нормально к клизме, но она должна иметь под собой какое-то основание. То есть, зачем мы её делаем? Нету стула, да, или запор, или мы находимся на условном голодании, или просто на голодании. Тогда да, она обоснована, она понятна. А если просто так фигачить клизмы, то не вижу смысла. То есть, если есть нормальный стул самостоятельный, то к клизме прибегаем только в определённых случаях. Подскажите для новичка, что попить, чтобы почистить кишечник. Что попить, чтобы почистить кишечник. Это вот так вот легко сказать, что попить, чтобы почистить кишечник. Светлана, вот вы, я не знаю, сколько вам лет, но вот ровно столько, сколько вам лет, вот столько лет вы загрязняли кишечник. Вы понимаете, что если вы даже сейчас неделю будете что-то пить, чтобы почистить кишечник, вы всё равно его не очистите до здорового Поэтому вам нужно просто взять себе за истину, что чтобы кишечник стал чистым и здоровым, надо потратить несколько месяцев-несколько лет для того, чтобы изменить свое питание в сторону более очищающего и знать, какие им нужно проводить мероприятия для того, чтобы действительно его очищать очень хорошо и качественно. Но я говорю действительно о курсах очищения. Вот, кстати, раз уж такие вопросы пошли, воспользуйтесь сейчас, сейчас просто уникальная возможность. Я раздаю бесплатно свои курсы, тренинги и книги. Этого не будет больше, это будет только до конца этого месяца, до конца ноября. Сегодня в этих курсах и книгах у меня все и про фрукты, и не про фрукты, и про жиры, и про белки, и про углеводы. Когда, что, как, с чем сочетать, как очищаться, инструкции по очищению, что попить, как делать клизмы. У меня 9 продуктов сейчас в бесплатном доступе. Это мои курсы по питанию, по очищению, гайды, книги, плюс подарки. Это все бесплатно сейчас, если вы участвуете в акции 2 плюс 2. Смотрите, вот прям приведу пример, чтобы вы понимали, что такое акция 2 плюс 2. Покупая 2 литра меда, который стоит всего лишь 1400 рублей, 2 литра меда, вы выбираете себе 2 подарка на выбор, 2 курса бесплатно, либо там курс и книгу, либо 2 книги, либо записи вебинаров, стоимость которых в разы больше, чем вот эти 2 литра меда. К примеру, один курс стоит 3900, еще один курс стоит 4200, еще один курс стоит 3800, книги там по 800, по 600, записи вебинаров там 1000, 1500. Если это все суммировать, да, вот 2 продукта, у вас по-любому будет больше, чем сумма, больше, чем за 2 литра меда. Поэтому воспользуйтесь этой акцией, у меня ссылка сейчас стоит в шапке профиля. Перейдите на страничку акции и выберите себе 2 любых курса, чтобы понять, как питаться, как очищаться, как перестраивать свое питание. Если что-то будет непонятно по этой акции, да, пишите мне в директ. Вопрос. С северянам сложно жить на фруктах, в морозы нет обогрева, да еще с утра, как быть? Да, здесь имеет место специфика местности и специфика привычки людей с севера питаться в основном жирной пищей. Не буду даже оспаривать это, потому что действительно климатические условия диктуют свое. Одно дело, человек живет где-нибудь там в жаркой стране, да, где у него всегда тепло и без проблем можно питаться фруктами. Другое дело север, где всегда холодно и основная пища это жирная. Ничего не имею против, но даже при том, что у вас может быть жирная плотная пища, да, просто стараться не делать вот этого вот смешения. Потому что, я думаю, даже на севере сейчас все равно приезжают финики, да, какие-то приезжают яблоки. Просто не делайте вот этого вот смешения, то, что я рисовала вам, да, на доске. Вот этой вот чехарды. Просто старайтесь съесть фрукт где-то, да, если он у вас там один. Но съешьте его с утра, там, где-то там с какой-то чашкой чая. А потом через полчаса, через час вы уже смело можете есть вашу жирную еду горячую. И все, вы как бы удовлетворите свою потребность во фрукте, да, каким-то боком прикоснетесь к естественному питанию. И в то же время вы не нарушите процесс пищеварения и не загрязните свой пищеварительный тракт. Вот и все. Так, не вижу больше. А, про овощи вы тут спросили. Овощи. Ну, мы сегодня про фрукты вообще-то. Я могу сделать по овощам просто отдельный эфир. Потому что это такая особая тоже категория продуктов. Про нее тоже очень много хочется сказать. Но мы уже час проговорили. Поэтому предлагаю по овощам сделать отдельный эфир. И, я думаю, тоже это будет для вас познавательно и нужно информационно. Потому что овощи наряду с фруктами – это тоже продукт, который нисколько не загрязняет организм, а наоборот его очищает. То есть, чем чище организм, тем он здоровее, тем лучше и качественнее ваша жизнь. На этом я думаю, что могу закончить свой эфир.